...раздачей в максимально возможном масштабе представителей местного населения, которые либо за деньги, либо по каким-то идейным соображениям принимают участие в этих акциях. Соответственно, вот эта картинка, которая нужна России. По оперативным событиям, что касается полуно-бронетехники, которые показывали БТР и которые показывали под российским флагом, ну, по нашим данным, никаких бронетранспортеров, колесных, то есть БТР, захваченных не было. Действительно, возникла ситуация в Краматорске с блокированием БМД нескольких единиц. На данный момент я вам не готов сказать ихнюю судьбу, но мы знаем, что использовательность маршрутной такси для блокирования колонны была попытка ее захватить. Последние данные я вам не скажу, я просто сейчас мы информацию эту проверяем, я не хочу транслировать непроверенную информацию. На самом деле, стоит также понимать, что участие вооруженных сил в подобной операции весьма ограничено. Это регулируется законодательством Украины. И, в общем-то, основные действия будут проводить спецназ правоохранителей и спецслужб. Вчера мы видели довольно-таки успешные действия по освобождению аэродрома в Донецкой области. Действовал спецназ Комега и при поддержке Альфа. Высокопрофессиональные действия позволили, в общем-то, очень быстро освободить объект, и это не сопровождалось человеческими жертвами. Хотя российские СМИ совершенно обратно сообщают и рассказывают о том, что там чуть-чуть не горы трубы. Ну, в общем-то, опять-таки, о том о ходе проведения операции в ближайшее время, он говорить пока не может. В общем, нужно учитывать, самое главное, то есть, мы, то есть, группа информационного сопротивления, стараемся не критиковать ситуацию власть, да, пока, так сказать, война идет. Однако, все больше и больше вопросов возникает, в общем-то, самая очевидная проблема. То есть, мы поднимали вопрос о том, что почему не вводится чрезвычайное положение. Украинское законодательство, в общем-то, позволяет ввести это чрезвычайное положение на отдельных территориях. При этом силовики получают совершенно другой формат для своей работы. Они уже не скованы фактически теми условиями, которые сейчас. То есть, когда сегодня, я не знаю, насколько это верно, но по заседанию с Верховной Радой силовиками, информацию там народные депутаты распространяли, что некоторые должны остановиться. Ну, я опять-таки не буду назвать, потому что в интернете, я думаю, всю эту информацию изучили. Не знаю, насколько они соответствуют действительности, но там вышло оперирование, что не надо вводить в режим чрезвычайного положения, поскольку якобы существует устав гарнизонной коровынной службы, которая разрешающаяся в своем принимать, применять оружие во время нападения на военные объекты, и детям все исчерпывается. Ну, это, блядь, силы и кобылы. Во-первых, нужно необходимо срочно перекрывать дороги, все транспортные пути на этих территориях, для того, чтобы контролировать элементарные перемещения этих зеленых человечков и групп сепаратистов и так далее. То есть, брать на контроль, причем жесткий. Во-вторых, что-то другая ГАЭС, устав гарнизонной коровынной службы. Он распространяется только на объекты Министерства обороны, ну и там, других вооруженных формирований. А, допустим, горсоветы. На каком основании там выставлять посты военнослужащих, и, в общем, чтобы они охреняли. Хорошо, а даже если дальше ситуация следует, уже эти объекты захвачены. И задним числом объявлять военными, и освобождать, опять-таки, они представляют этого механизма. То есть, тот аргумент, что якобы введение чрезвычайного положения сорвет выборы, ну, как по мне, он является очень малоубедительным. Потому что выборы и так в тех условиях, которые сейчас существуют, на Донбассе, по крайней мере, они не пройдут, это дураку понятно. Как организовать работу избирательной комиссии. Поэтому необходимо, я думаю, все-таки, изначально оставить вопрос на уровне верховного, ну, высшего военно-политического руководства, а потом уже оценивать действия силовиков. Надо разъяснить и могут, хотя бы, как минимум. Да, я видел эту информацию. Я вам скажу так. Что касается действий силовиков антитеррористической операции, на данный момент, те, как сказать, частичные операции, которые проводились, локальные, точечные, жертв не было. Что касается других жертв, я думаю, это комментирует лучше правоохранительного уровня. Продолжение следует... 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 Они должны об этом заявлять руководство, которое проводит антитерористическую операцию, а во-вторых, я думаю, все-таки они вам даже приблизительно не скажут по понятным причинам, поскольку это раскрывается замысла и сроки. И еще питание со внешней торговой политикой. Жир, я думаю, что не 18-го года. На вашу думку, насколько эта встреча может стать такой, скажем, пихой в связи с этой ситуацией конфликта в Украине? И, в основном, что не ожидает встреча? Я очень боюсь, что встреча не будет иметь того эффекта, которого ожидает украинская сторона и западная тоже. По одной простой причине мы видим, что Россия принимает все меры и создает условия для того, чтобы отказаться от участия. Пока не будет диалога с Россией, то есть при участии России, мы можем решать что угодно, но нормального диалога и мирного решения проблемы точно не будет. Боюсь, что нет. Но вы видите, Россия, по сути, идет на срыв. Она говорит, что если начнете операцию, она понимает, что патовая ситуация. Украинскому правительству и силовикам тянуть некуда. То есть операцию нужно проводить немедленно, потому что эта зараза расползается моментально уже по всему Донбассу и грозит перекидываться уже на юг, как минимум. В Одессе уже начали секать непонятные движения. То есть действовать нужно сейчас и немедленно. С одной стороны, уже сегодня. С другой стороны, Россия предупреждает, что если будут какие-то силовые действия, то мы однозначно уходим из формата диалога и все. То есть, ну, в общем-то, времени немного осталось, всего сутки. Но посмотрим, как будут развиваться события. Возможно, силовики как раз и будут забегать какие-то радикальные действия. Но мы видим, что даже при отсутствии радикальных действий Россия показывает все равно картинку, что идет гражданская война. Она показывает трупы, которых нет, показывает силы, средства, которые якобы используются, но это все фейки. В общем, Кремль в этой ситуации действует, как ему в голову выступит. И 17-го квитня, такой же года, Шейн Шападея, это взвернули Путина выступ. Что чихать в нем? Что он хочет? Что он планирует там сказать, скажем так? К сожалению, я не спичараю для Путина. Если бы был, с удовольствием бы вам рассказал. Я сам с нетерпением, что же должен, скажет. Полит, Хлюбка, главное, 4 продолжения темы фейков. В интернете распространяется, что в Краматорске были захвачены украинские БТР, и движется российская техника, а в Минобороны это уже называют фейков. Что вам известно по этой ситуации? Правда ли это? Я с этого и начинал, собственно. У нас нет информации о том, что была где-то захвачена на протяжении последнего времени колесная бронетехника. БТР-80, БТР-70, без разницы, БТР-60. Это все колесная бронетехника. В таких случаях в нами зафиксировано не было. С приводу заручников на Уганщине, наши военнослужащие, это подтверждается информацией? Кому бы они стали зафиксированы? Ну, Минобороны подтвердило, в общем-то, насколько я знаю, факт как минимум двух захвата человек. Ну, я думаю, вообще там вообще непростая ситуация вообще с использованием вооруженных сил в данной операции. Почему я бы, в общем-то, об этом говорил, что они оказываются не настолько готовы, как это предполагалось, очевидно. И был ряд неприятных инцидентов. Я просто по определенным вещинам подозрежусь от комментирования. Я думаю, что Минобороны рано или поздно дадут всю исчерпывающую информацию. Пытание, что-то жертв. Чие у вас данные, чего из жертвы в ходе операции? Я об этом говорил. Рассказываю по нашему российскому, что нет ни с российской стороны, ни с нашей стороны. Рассказываю российских СМИ о том, что там было четыре трупа. Но мы никак не подтверждаем. Спасибо.